Чем питается 6-килограммовая лягушка, обитающая в Африке? Где проживала самая огромная змея в истории? И правда ли, что 20-тонные древние млекопитающие повлияли на звездные войны? Сегодня вы узнаете ответы на эти вопросы. В этом выпуске я покажу вам этих и других самых гигантских животных в истории, о существовании которых вы не знали. Таких исполинов нужно увидеть. Лягушка Голиаф Лягушки бывают разными. Обычно эти земноводные не очень большие, однако иногда среди них встречаются настоящие гиганты. Ну а лидером среди всех из них однозначно является лягушка Голиаф. Это самая большая лягушка на планете. Глина тела лягушки Голиафа, без учета задних лап, может достигать 32 сантиметров, а вместе с задними лапами 81-90 сантиметров. Поражает и вес этих созданий. Он доходит до 3-6 килограмм. Да это же по сути вес домашней кошки. Обитают эти земноводные в тропических лесах Камеруна и экваториальной Гвинеи. Животное живет в водопадах быстрых и полноводных тропических рек. В отличие от некоторых представителей своего рода, не брезгующих болотом, лягушка Голиаф любит, чтобы вода была кристально чистой и полной кислорода. Чтобы оставаться в форме и быть крупной, лягушке Голиафу необходимо много есть. Питается этот гигант в основном насекомыми и пауками. Также эта лягушка поедает мелких лягушек, рачков, червей, небольших змей, ящериц, птиц и другую живность. Правда, такая диета, да и размеры лягушки играют против нее самой. Крупные габариты делают Голиафов медлительными и неповоротливыми созданиями. Сделав всего несколько прыжков, они устают. Гигантский шильбовый сом Гигантский шильбовый сом, распространенный в бассейне реки Меконг в Юго-Восточной Азии, где он известен под местным названием Плабиик, является очень крупной рыбой. Максимальная длина тела этого создания составляет 3 метра, а масса 350 килограмм. Живет такой сом до 10 лет, правда, этому гиганту не всегда удается дожить до юбилея. Гигантский шильбовый сом находится под угрозой исчезновения. Этих крупных рыб регулярно отлавливают рыбаки, которые стремятся установить очередной мировой рекорд по улову. К слову о рекордах, крупнейший пойманный экземпляр с начала регулярных замеров рыбы с 1981 года достигал в длину 2,7 метров и весил 293 килограмма. Эта рыба поймана в 2005 году и признана крупнейшей пойманной человеком пресноводной рыбой, хоть ее размер и уступал крупнейшим осетровым. Даже рыбаки-любители вполне могут выловить шильбового сома весом до 140-150 килограмм, хотя чаще им попадаются особи весом до 18 килограмм. К сожалению, скоро такие уловы могут кануть в прошлое. Есть данные, что за последние 20 лет популяция рыб этого вида сократилась на 80%. В связи с этим власти стран Юго-Восточной Азии прилагаются в местные усилия по сохранению этого вида. Аргентавис Наверняка многие из вас знают об анском кондоре. Это самая крупная летающая птица западного полушария и самая тяжелая летающая птица в мире. Длина анского кондора достигает 117 сантиметров, вес доходит до 15 килограмм, а размах крыльев составляет более 3 метров. Неплохо, но до Аргентависа ему очень-очень далеко. Этот вид вымерших птиц тоже обитал в Южной Америке, но значительно превышал кондора в размерах. Он весил около 70 килограмм, достигал 1,26 метров в высоту, а размах его крыльев достигал почти 7 метров. Аргентавис жил 8-5 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. По мнению ученых, Аргентавис был анатомически близок к древним аистам. Они же уверены, что эти гиганты питались живой добычей, которую проглатывали целиком. Специалисты оценивают скорость полета Аргентависов не менее чем в 40 километров в час, но предположительно она могла достигать 67 километров в час. Скорость, мощь, невероятные габариты. У этих древних гигантов было все, что нужно. Южная Америка вообще богата самыми разными гигантами. На территории этого современного материка жили и другие исполины, которые поражают своими габаритами и способностями. Смотрите дальше, чтобы увидеть реальных прототипов героев ледникового периода, которые оказались невероятно крупными, узнать о самом необычном носороге в истории и познакомиться с самым гигантским наземным млекопитающим, чьи размеры вас шокируют. Что будет, если объединить современного носорога с древним мамонтом? Получится шерстистый носорог. Да, несколько тысяч лет назад по земле ходили огромные волосатые носороги. Жили они на территории Европы и Северной Азии примерно 14-9 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлось на время последнего в истории Земли оледенения. В длину эти гиганты достигали 4 метров, их рост превышал 2 метра, а масса достигала 3 тонн. И у самцов, и у самок этого древнего вида было два рога. В отличие от рогов современных носорогов, оба рога шерстистого носорога были сплющены с боков. Один из рогов мог достигать в длину почти полутора метров и весить 15 килограмм. Одной из главных причин вымирания этого создания ученые называют охоту первобытных людей. Свою лепту внесло и изменение климата с последующими переменами во Флоре. Хорошая новостью в том, что некоторые энтузиасты всерьез рассматривают возможность клонировать шерстистого носорога, используя генетический материал из ископаемых туш и самку какого-либо из современных носорогов в качестве суррогатной матери. Так что не исключено, что скоро мы сможем увидеть этого древнего гиганта вживую. Мегатерии. Если вы никогда не видели мегатериев, то с первого взгляда вам может показаться, что это разновидность медведей. Они и правда похожи на медведей, ведь они очень крупные. Вот только это никакие не медведи, а ленивцы. Удивлены? Еще бы, ведь мы не привыкли, что ленивцы могут быть такими огромными. Длина многих современных ленивцев не превышает и метра, в то время как мегатерии достигали 6 метров в длину. Их рост на четырех лапах составлял около 2,5 метров, на двух лапах 4 метра, а вес доходил до 7 тонн. Даже многие современные медведи выглядели бы небольшими по сравнению с этими вымершими ленивцами. Обитали мегатерии в Южной, Центральной и Северной Америке от 2 миллионов до 12 тысяч лет назад. Будучи растительноядным, мегатерий использовал передние лапы с 17-сантиметровыми когтями для захвата и пригибания к земле веток деревьев. К сожалению, такое удивительное создание вымерло вскоре после того, как изменился климат, и люди начали заселять Южную Америку. Хотя местные аборигены считают, что несколько мегатериев все еще живут на планете. Как бы то ни было, о мегатериях не забывают. Этим невероятным ленивцам отдали дань памяти в поп-культуре. Сид из ледникового периода является гигантским ленивцем. Правда, в отличие от настоящего мегатерия, Сид невысокого роста, примерно в два раза ниже взрослого человека. Еще один гигант, которого изобразили в ледниковом периоде, и который существовал в реальности, это глиптодон. В первом мультике глиптодон эмигрирует вместе со всеми остальными животными в начале фильма. А во второй части, про глобальное потепление, один из глиптодонов сидел у водоема и пускал пузыри через трубочку. Это тоже было в начале фильма. Вообще, глиптодоны – это род вымерших млекопитающих из-под семейства глиптодонтин. Они появились в палеоцене в Южной Америке. Во время великого межамериканского обмена глиптодоны распространились на территорию Центральной Америки и США и вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Глиптодоны были очень крупными животными. Они достигали трех метров в длину, весили около двух тонн и имели характерный толстый панцирь, состоявший из сросшихся друг с другом многочисленных костных пластинок. Этот панцирь прикрывал сверху все туловище животного. Кстати, о панцире. Такое имеется у современных броненосцев. Правда, этот отряд млекопитающих и близко не стоит с глиптодонами. Нынешние броненосцы намного меньше. Многие из нас ненавидят и боятся змей. Причем, чем змея крупнее, тем больше наш страх перед нею. Какое счастье, что хотя бы одной из супергигантских змей уже нет на нашей планете. Речь идет о Титанобоа. Это самая крупная змея из всех когда-либо существовавших на Земле. Если точнее, то это самая длинная змея, останки которой сохранились до нашего времени. Обитавшая на территории современной Колумбии около 60 миллионов лет назад, змея Титанобоа достигала 13 метров в длину и весила больше тонны. Для сравнения, массивные гигантские анаконды в среднем достигают 5-метровой длины, а сетчатые питоны, самые длинные современные змеи, вырастают до 6-7 метров. Поскольку Титанобоа была большим животным, ее рацион питания был довольно богатым. Она могла охотиться на птиц, мелких млекопитающих, а также таких рептилий, как крокодилы, черепахи и мелкие змеи. Ну а что касается размеров змеи, то он объясняется климатом. Титанобоа жили в теплом климате со среднегодовой температурой приблизительно в 30 градусов по Цельсию. Теплый климат Земли в те времена позволял хладнокровным змеям достигать больших размеров, нежели их современным потомкам. Индриокотерии. Уверен, что многие из вас никогда не слышали об этом животном с немного сложным названием. А между тем, это самые высокие и самые тяжелые сухопутные млекопитающие в истории. Короче говоря, это самые крупные сухопутные млекопитающие из всех известных. Индриокотерии достигали 8 метров в длину, их рост составлял 6 метров, а весили эти монстры 20 тонн. Самое безумное в этом все, что такие гиганты были травоядными. Да, массу они набирали за счет листьев и ветвей кустарников и деревьев. И как только они находили столько провизии. Жили индриокотерии преимущественно в Азии 34-23 миллиона лет назад. Их останки находили в Индии, Пакистане, Китае, Монголии и Казахстане. Кстати, относились индриокотерии к носорогам. Даже шерстистые носороги, о которых я уже говорил, выглядят крохами по сравнению с этими гигантами. Индриокотерии отличались от других коротким туловищем на длинных и прямых трехпалых ногах с сильно утолщенным средним пальцем и небольшой головой на очень длинной шее. Рога у них отсутствовали, а передняя часть тела была выше задней. И еще один интересный факт, который понравится любителям Звездных войн. Помните огромные шагающие боевые машины Империи? При их проектировке создатели вдохновлялись биомеханикой Индриокотерии. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какое из этих гигантских животных удивило вас больше всего. Спасибо вам большое за просмотр!